Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение Бога в Духновенной Псалтире в разделе «Песнь степеней» или «Песнь ступеней». Такое написание имеют псалмы этой группы. И псалом этот, он небольшой, здесь всего пять стихов. Он начинается словами «Если Господь не построит дома, напрасно трудятся строители. Если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует». Так как в понимании некоторых экзегетов эти псалмы, группы, песни, степеней относятся к временам после Вавилонского пленения, то возможно прочтение, что люди тогда мечтали о том, чтобы восстановить храм и восстановить стену вокруг Иерусалима. Об этом рассказывается в Библии, в Ветхом Завете. Но при этом люди, когда они что-то затевают подобное, они должны понимать, что только своими усилиями они не смогут ничего такого осуществить. А если они осуществят что-то такое из задуманного, оно будет недолголетно. «Если Господь не построит дома, напрасно трудятся строители». То есть люди могут и построить, но их труд будет напрасен, потому что вскоре это будет разрушено. «Если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует страж». И мы знаем, что второй храм, да, он был восстановлен, и стена вокруг Иерусалима была восстановлена указом Артасерса Лангемана. Но потом, в первом веке, была разрушена и стена Иерусалима, и храм на горе Мариа, и остался только небольшой кусок стены. Эта часть стены называется теперь «стена плача». Потому что, когда мы созидаем не в Господе, а только вот наш человеческий энтузиазм нас к чему-то подстегивает, с одной стороны, это может быть такой бесконечный долгострой, а с другой стороны, это дело, оно не просуществует долго, основанное не на Господе, то есть это строение, оно не устоит. И когда Христу, его же ученики, апостолы, показывали великие строения храма, Христос говорил, что все здесь будет разрушено, камня на камне не останется. И действительно, хотя Ирод Великий обустроил второй храм, Иерусалим, и на территории Палестины, источники целебные, Твериады, он там тоже строил всякие дворцы, но все это не сохранилось. И мы читаем далее второй стих. «Напрасно вы встаете рано, то есть стремясь к своему труду, который не основан на воле Бога, напрасно вы встаете рано, вставайте, вкушающие хлеб в скорби, отдохнувши после того, как он даст возлюбленным своим сом». То есть если мы не в Господе, то все напрасно, но если мы с Ним, то здесь, конечно, все полно смысла. «Вставайте, по-славянски восстаньте». Этим дьяковским возгласом начинается вечернее богослужение. «Восстаньте, вкушающие хлеб в скорби», то есть понимающие, что не все так просто, «отдохнувши, отдохнувши по-славянски по сиденье». То есть после того, как вы отдохнули, расслабившись по сиденье, после того, как он даст возлюбленным своим сон. О чем это? Феодорита и Златоуст пишут. «Без Божьей помощи все усиленные труды и работы, напряженные, без отдыха, безуспешные, а при Божьей помощи все бывает успешно и без особого напряжения». Вот такое объяснение Феодорита и Златоуста. Потому что отдохнувший человек, это посидевший человек, там посидел где-то, отдохнул, а в Господе Господь посылает возлюбленным сон, то есть такое полноценное отдохновение. Третий стих. «Вот наследие от Господа сыновья». То есть настоящее благословение от Бога – это сыновья. И давайте посмотрим, как это звучит по-еврейски, то есть с еврейского. «Вот удел Господний, сыны, награда, плод, чрево». А септуагенты – «Вот наследие Господа сыновья, награда, плод, чрево». То есть здесь, в общем-то, совпадает и текст по септуагенте, и по массоре. Собственно говоря, в библейском прочтении дети, как я часто объясняю, это и есть благословение от Бога. Поэтому, когда в Ветхом Завете говорится «благословлю тебя», имеется в виду «у тебя будут дети». Вот что имеется в виду под этим словом «благословлю». А потом, когда сказано в Писании «служите Богу всей крепостью своею». Крепость – это тоже дети. Это дети. И древние считали, что мертвым можно считать кого? Прокаженного, нищего. Не потому что он нищий, а потому что он не мог заниматься благотворительностью, то есть дела милосердия творить более эффективно. И бездетного считали тоже мертвым. Поэтому подлинная награда от Господа – благословение, наследие сыновья. Награда, то есть от Бога, за твои молитвы, труды, запощения, плод чрева. Буквально награда плода. Четвертый стих. Что стрелы в руке сильного, то сыновья изгнанных, то есть удаленные в плен евреи будут иметь сильное потомство, так понимают святители Афанасии, блаженный Феодорит, святители Азлатоуста. И мы можем предположить, в нашей российской ситуации, те, которые находились под игом безбожной власти, пострадали из-за своей вероубеждения, их награда будет в сильном потомстве, именно в духовно сильном. Как Тертулиан учит, учитель церкви, что кровь мучеников напрасно не проливается, она всегда оказывается тем живительным семенем, из которого церковь поднимается на более высокий духовный уровень. Для духовенства их потомство – это духовное чадо. И, как сказано в Евангелии, если зерно, павшее в землю, не умрет, не принесет плода. И когда люди гибнули за свои вероубеждения, это вдохновляло целое поколение их духовных чад. И последний стих этого псалма – «Блажен, кто исполнит желание свое через них». И объяснение по Зигабену – «Какое желание строить храм и город, освободиться от войны с врагами, многочадия и другие дары Божии». То есть в своих потомках мы можем ожидать то, чего не достигли сами. Храм будет восстановлен в российской ситуации, храмы будут восстановлены, города будут отстроены, и дары Божии явятся на нашей земле. «Блажен, кто исполнит желание свое через них», то есть через своих потомков. «Не устыдятся они, когда будут говорить в воротах с врагами своими». О чем это? То есть смело и безбоязненно встретят врагов у ворот города и не впустят в него. То есть те, которые воспитали достойное поколение собственной смены, они духовно возросли, святыни восстановили, город обстроили. Теперь есть надежда, что они смогут одержать победу с новыми врагами, потому что дьявол не будет прекращать нападение на Сион, на Иерусалим, на церковь, до самых последних времен, пока в этот мир не явится сам Христос победитель, царь царей и Господь господствующий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова